Всем привет! Данное видео скорее о том, как я продолжаю познавать основы Solidworks, какие сложности у меня встретились на пути, а также какие штуки можно в принципе смоделировать. Ну и сегодня мы будем делать пауэрбанк. Погнали! Всё началось с вот этого китайского модуля, который давно лежал у меня в ящике и не давал мне покоя. Он принимает на вход 3,5-4,2 вольта и выдает ровно 5, то есть там стоит повышающий модуль. При этом он показывает уровень заряда батареи при нажатии кнопочки снизу и имеет защиту от переразряда. То есть когда напряжение аккумуляторов упадет ниже положенного, он уйдет в защиту. В принципе функционал самого обычного пауэрбанка. Далее я снял с него все необходимые размеры и смоделировал вот такой корпус. Он сделан на 5 банок, то есть его максимальная ёмкость будет около 15000 мАч. Потому как аккумуляторов на 18650 ёмкостью более 3000 мАч попросту нет. А если есть, то наверное они стоят бешеных денег. Не ведитесь на китайские подделки, на которых пишут 10000 мАч. Это всё враньё. При моделировании чего-либо нужно иметь ясное представление того, какое устройство вы в конце будете иметь. То есть необходимо в голове прокрутить абсолютно все мелочи. Это далеко не первая 3D модель, поскольку после печати выявлялись небольшие косяки, которые следовало исправить и напечатать корпус заново. Я думаю это из-за отсутствия опыта. Видите это отверстие на передней панели с выступами внутри корпуса? Оно тут неспроста. Дело в том, что кнопочка расположена на этой плате очень неправильно. Снизу. Она должна быть исключительно на передней панели, чтобы лишний раз её не нажимать. А иначе пауэрбанк будет включаться при малейшем прикосновении. Ну да ладно, дальше будет только ещё больше проблем. Ну а вот и сам корпус. Напечатал я его АБС пластиком, поскольку у него лучшие свойства для постобработки. Если думаете, что всё так просто, то нет. Где-то ещё лежит несколько таких же корпусов, но с некоторыми недочётами. Плата легко вставляется и отлично соответствует всем отверстиям. Поверьте, это очень дорогого стоит. Кнопочка немного не подошла, поэтому пришлось выкручиваться прямо по месту. Как вы видите, из-за толщины корпуса пальцем на неё нажать нельзя. Я взял кусочек бамбуковой палочки, сделал его нужного мне диаметра и приклеил на суперклей прямо на макушку этой кнопки. Всё получилось как и задумывалось. Теперь кнопочка нажимается просто отлично. Отверстия снизу я заполнил термосоплями, куда же без них. Они довольно хорошо проводят свет и получилось довольно красиво. Плюс в эти отверстия не будет забиваться всякий мусор. Самое время заняться платой. Отпаиваем кнопочку на плате и припаиваем туда нашу, но через проводки. Ну и вот так это будет выглядеть. Следующее моё разочарование заключалось в контактах для аккумуляторов. Потому что когда-то давно на ютубе я увидел, как кто-то берёт никелевые пластинки, сгибает их нужной формы, вставляет и аккумуляторы там отлично держатся, имея хороший контакт. Так вот, не верьте никому, никелевые пластины будут сгибаться при первом же контакте с аккумулятором, потому что они не имеют никакой жёсткости. А те пластины, что используются в покупных кассетах, сделаны из калёной стали, покрытой никелем. Не дайте себя обмануть. Неслыханным расточительством было бы доставать эти пластинки из покупных кассет, поэтому будем паять. Да и всяко надёжней будет. Ну и самое время определиться с аккумуляторами. У меня завалялись 4 штуки хорошей ёмкости на 3000 мАч и один возьму какой-нибудь левый, что я считаю неправильно. В будущем я его скорее всего заменю на новый. Лудятся эти аккумуляторы довольно просто, но нужно знать небольшую хитрость. Нужно взять мощный паяльник на 80-100 Вт, хорошенько его разогреть и в одно касание залудить, естественно используя флюс. Теперь подготавливаем провода для спайки аккумуляторов. Лучше использовать именно их, а не никелевые пластины. Никелевые пластины предназначены исключительно для контактной сварки. Лудятся они довольно плохо. По ходу дела возникли очередные трудности. Просто достать аккумуляторы, приложить их вплотную и спаять не получится, поскольку между ними в корпусе предусмотрены перегородки, поэтому я взял две шпажки и приклеил их сверху на аккумуляторы. Так при доставании их из корпуса они сохранят эти зазоры. И только теперь можно паять. Все получилось в точности как задумывалось. С припаянной платой все выглядит примерно так. И самое время заняться корпусом, пока мы еще не закрепили кнопку. Главная фишка АБСа в том, что он растворяется обычным ацетоном. Это позволяет избавиться от неровностей на корпусе. Наливаю немного ацетона на тряпочку и начинаю протирать. Так быстрее. Но есть и другой метод с погружением деталей в камеру с парами ацетона. Эффект примерно тот же самый, но занимает больше времени. Корпус стал довольно гладким, но можно было бы и лучше. Как вы можете видеть, при помощи ЧПУ лазера я сделал вот такой логотип на корпусе. Я бы его еще и разукрасил, но увы, не нашел красок по пластику. Засовываем всю начинку внутрь и проверяем кнопочку. Провода могли за это время перебиться. Плату я прихватил на суперклей внутри корпуса, а вот с кнопочкой все опять же не так-то просто. Если налить на нее слишком много суперклея, он попадет внутрь и кнопка перестанет работать. Поэтому ее нужно припаять к корпусу, используя тот пластик, который предусмотрен на выступах. Черная жидкость в шприце это ABS пластик растворенного цитония. Им я собираюсь приклеить крышку и замазать стыки. Просто чудесный материал. Стыки крышки с корпусом получились далеко не идеальные. Можно было бы сделать лучше. Просто изначально крышка такой формы это плохая идея. Нужно было применить метод, что я сделал на колонке, чтобы были небольшие пазы, которые вставлялись друг в друга. Думаю в тестах нет ничего интересного, но я их все-таки проведу. Плата просто спокойно работает на два порта, при этом не перегреваясь. На сегодня это все. Спасибо всем, кто до сих пор смотрит меня. Стараюсь сделать ролики чаще. Комментарии мне YouTube таки отключил. Хотя когда я сказал про это в ролике про AirPods, их там волшебным образом включили. Надеюсь они появятся и в этом видео. Спасибо за просмотр. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok